В конце августа двери для посетителей открыл обновленный кинотеатр «Салют». Пока он работает в техническом режиме, но любой желающий уже сейчас сможет ощутить все прелести завершившейся реконструкции. Новые удобные сидения, которые в других кинотеатрах стоят лишь в вип-залах, звуковое оборудование последнего поколения и экраны разной диагонали – все это доступно по крайне демократичному ценнику. Самый большой зал вмещает 266 человек, а маленький – 30. При этом цены в любой из них одинаковы, дело лишь в ваших предпочтениях. Любителям ностальгии также не о чем беспокоиться. Дизайнеры намеренно оставили дух старого «Салюта», не меняя, а лишь отремонтировав пол и стены. А вот фасад здания еще ждет окончания ремонта, и к концу года перед Ставропольцами предстанет окончательно обновленный «Салют». Всего пять залов. А было? Было два. За счет чего увеличили? За счет оптимизации пространства в здании, которое уже было. То есть мы посмотрели, и чтобы эффективно использовать, увидели это место. Однако не все верили в положительный исход дела. Когда горожане узнали о предстоящем ремонте любимого кинотеатра нескольких поколений, поднялась волна недовольств. Появившиеся слухи о его уничтожении потолкнули неравнодушных общественников создать петицию с требованием отмены реконструкции. Тогда всех успокоили местные депутаты, выступившие в качестве партнеров администрации по сложному вопросу. Мы считали для себя необходимым быть гарантами того, что те процессы, которые идут, взаимодействие с городской администрацией, что это будет реально, и что в те сроки, те обязательства, которые были, они будут выполнены. И когда в соцсетях была полемика, мы были гарантами, мы приехали, убедились в том, что действительно здесь реконструируется кинотеатр именно под кинотеатр. Средства на реконструкцию «Салют» администрация привлекла извне. Для этого нашли арендатора, который отремонтировал помещение полностью за свои средства. Теперь здание находится в долгосрочной аренде на специальных условиях. А всеми любимый кинотеатр так и остался муниципальной собственностью, позволив городу максимально выиграть от этой сделки. На сегодняшний день Ставрополь уже на федеральном уровне, вот глава города в Совете Федерации Российской Федерации докладывал о сотрудничестве, которое налажено в городе с бизнесом. То есть, когда бизнес социально ориентирован, когда бизнес помогает строить социальные объекты, то тогда в городе, наверное, все правильно. Несмотря на то, что кинотеатр уже вовсю работает, официальное открытие ждет его 26 августа. Горожан ждут конкурс, главный приз – годовой абонемент, концерт певицы Эльвиры Т. и праздничный салют, подобно огню феникса, означающий новую и долгую жизнь одного из любимых символов города. Елена Федорова, Александр Конырев, блокнот Ставрополь.